Какие цифровые профессии будут востребованы в будущем? Появятся ли в школах региона интерактивные парты? Нужны ли округу специалисты в сфере IT-технологий? Эти и другие вопросы сегодня задали Александру Цибульскому школьники Нининского округа в рамках урока «Цифры». Глава региона выступил в роли лектора, рассказав подросткам о цифровых помощниках, в частности тех, которыми ежедневно пользуется сам. В уроке «Цифры» приняли участие ученики ряда городских школ, а также школ населенных пунктов, учащиеся в профессиональных образовательных учреждениях региона и Яндекс.Лицея. Мария Владимирова продолжит тему. Мир вступает в новую цифровую эру. Завтрашний день будет совершенно отличным от сегодняшнего. Именно этими словами начал свое выступление Александр Цибульский. И тут же признался ребятам, что сам активно использует в своей жизни различные гаджеты, приложения и сервисы. Алиса недавно появившаяся, очень модное изобретение, на мой взгляд, очень интересная. Я, по крайней мере, ей реально пользуюсь жизнью. И она уже вошла у меня хорошего партнера. Я думаю, что это музыка и показывает какие-то фильмы, новости рассказывает. Впрочем, использовать их нужно с умом, во благо. Такой же позиции придерживаются и участники. Ведь интернет сейчас знает про нас все. Следовательно, аккуратность в сети и защищенность пользователей становится актуальным вопросом. Я один раз воспользовался в польском Яндексе, когда искал один несущий у меня гаджет. После этого на всех сайтах, где была встроена реклама от Яндекса, там начинается полная ханалия с тем, что ведет куча сайтов, которые могут покупать этот гаджет. И с этим вопрос. И отсюда появляется вопрос. Как защитить информацию свою персональную и информацию о себе в интернете? У меня есть ощущение, что это сделать крайне сложно. Вот я для себя сделал вывод и такой выбор о том, что нет смысла сегодня убегать и скрываться. Надо просто признать, что мир меняется и он становится совершенно прозрачным. Я осознанно этот выбор для себя сделал и стараюсь, делая то или иное в жизни, уже всегда в голове держать, что это все есть достояние общественности. Также не стоит забывать, подчеркнул глава региона, что соцсети сейчас это больше, чем личная страничка каждого человека. В настоящий момент при приеме на работу все крупные работодатели запрашивают информацию о соцсетях будущего работника и мониторят ее. Следующий вопрос задает Матвей Миролюбов. Ученика третьей школы интересует, появятся ли в школах Ненецкого округа интерактивные парты и электронные учебники. Технологии учебники. Мы уже так усилились в нашу жизнь, что они заменяют практически все. То есть технологии – это уже что-то новое. И они уже по-новому как-то развивают. Вот те же электронные учебники, они делают удобнее нашу жизнь. Мы не должны очень много учебников всяких таскать, это очень тяжело. Все у нас есть в этом планшете. Мы заходим и читаем. Ответ главы региона на вопрос школьника касаемо электронных учебников – одобрительный. Александр Цибульский отмечает – это неизбежная реальность. Многие школы страны уже перешли на такой формат. А вот по поводу внедрения интерактивных парт стоит подумать. В настоящий момент в школах Ненецкого округа до конца не используются интерактивные доски. То, что еще волнует окружных школьников – это востребованные профессии будущего на территории региона. К ответу на вопрос Александр Цибульский приглашает мобильного помощника Алису. Алиса, какие цифровые профессии будут востребованы? Одна целая, одна десятая. Настоящий федеральный образовательный, федеральный профессиональный образовательный, федеральный профессиональный образовательный, представляет… Алиса, стоп. Нет, Алиса еще не дотягивает на нашу. Не то чтобы для нашего округа. Вообще, в целом, я думаю, что я с этого начал. Мы находимся на серьезном переломе. И очень большое количество профессий, которые сегодня считаются востребованными, в перспективе 50 лет потеряют свою актуальность. Я могу назвать, не хочу никого обижать из тех, кто сегодня работает, но точно этим людям надо уже серьезно задуматься. Это, наверное, бухгалтер, это юристы, это экономисты, это переводчики, в какой-то степени государственные служащие, чьи тоже функции уже довольно успешно сможет в наше время заменить искусственный интеллект. Кирилл Бережных из 4-й школы, он же воспитанник Яндекс.Лицея, который и интересовался профессиями будущего, радостно отмечает – профессия, выбранная им, в список исчезающих нет подпадает. Поэтому выбор, который он сделал, правильный. Я вот хочу стать программистом. Думаю, что это будет довольно-таки востребованная профессия вообще в мире. Я изучаю разные языки. Например, мы с Муми, Яндекс.Лицеем изучаем язык Python. Также я сам изучаю языки, например, C++ и Java. Новые специалисты с новыми технологиями нужны, говорят школьники. Но есть ли такая потребность в нашем регионе? Ответ главы региона – нужны и соответствующие поручения об организации целевого набора по специальностям. В сфере IT во время урока цифры получает руководитель Департамента цифрового развития Павел Окладников. Мы очень заинтересованы, чтобы наши ребята, выпускники школ, выпускники средних специальных учебных заведений, учились на IT-шниках, учились на информационную безопасность и, что неважно, возвращались сюда. По нашим расчетам и по расчетам Федерации, количество IT-специалистов, которых не хватает настоящего момента для профиля, в принципе, равно еще такому же объему, который выпускается. То есть все то, что мы выпускаем, нам и в целом по стране надо еще в два раза больше. Поэтому мы всячески призываем ребят учиться на информационной технологии. И вот по поручению губернатора мы сейчас будем формировать целевые места. Этот урок цифры стал уже третьим, который прошел в Нейнском округе. Темы для каждого рекомендуются Федеральным профильным министерством. Впереди еще порядка трех тем для изучения школьниками и учащимися Нейнского округа. Мария Владимирова, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова